мы возвращаемся к нашему эфиру и у меня между прочим уже есть вопрос я же не напрасно спорил и спрашивал насчет даты революции вот не напрасно старого получать да потому что мы в каком-то ну в интересной ситуации нет нет мы же оцениваем например даты мы знаем все исторические события по тем датам когда они происходили мы же говорим день взятия бастилии это же одна дата мы же знаем что революции например 905 года 9 января 905 года мы же не меняем его поэтому мы же оцениваем все это так почему именно 25 7 ноября мы поменяли может быть таки девятка больше соответствовало вот может быть потому что мы поменяли число может из-за этого почему мы поменяли а почему мы не поменяли почему 9 января 905 года осталось 9 января 905 года а 25 октября 917 они на 7 ведь великая октябрьская не ноябрьская революция происходила вот и вот вот это та 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 самая ловушка в которой я сейчас нахожусь понятно но сейчас мы спросим эльза ну вот так взял самую тяжелую ношу и переложил на женские плечи не 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 просто эльза в курсе делаю я ну эльза конечно не совсем в курсе потому что я думаю здесь вступает выступает на сцену частично легенда мистическая частично возможно и правда о том что лидеры советского государства меняли свои даты рождения и некоторые вообще и нумерологические и астрологические показатели и как раз смена стиля произошла после великой октябрьской революции как раз после 25 октября вернее когда уже произошел этот октябрьский переворот вот я не могу сказать точно но новый стиль появился уже после октябрьского перевода в том-то и дело вот поэтому я и связал с кораблем который поплывет не получилось ли так что то что было должно было быть девяткой так сказать было сделано в очень хорошем смысле стало единицей после того что почему то все поменяли ну вот да вы знаете аркадий это очень хороший вопрос спасибо вам за него и я думаю что здесь был большой глубокий мистический умысел более что да я могу чисто так скажем психологически что ли проанализировать вот смотрите что такое 25 это девятка правильно мы вычислили да вот до революции нужно было победить любой ценой верно кто так кто такой победитель воин завоеватель это девятка это марс а это александр великий македонский да он который всех завоевал 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 и вот когда мы завоевали революция свершилась теперь надо делать что теперь надо уже прекратить завоевать и надо организовать теперь то есть это да 7 ноября это единица единица что это уже организатор это уже создатель чего-то такого нового это начало да и вот это начало нового государства но и авторитарного государства правильно сочетание естественно тоталитарно сочетание вот этих двух вещей потому что если допустим ребенок человек родился ну какого-то там скажем первого или десятого или девятнадцатого или двадцать восьмого числа любого месяца то есть он находится под влиянием солнца обладает солнными качества солнечными качествами а общая цифра у него 9 тогда он обладает качествами и солнца и марса если наоборот тогда это еще наверное лучше потому что тогда в первой половине он завоевывает себе место под солнцем он завоевывает себе авторитет завоевывает себе знания и после этого начинает уже строить свою империю скажем так вот это очень и очень неплохие качества для опять же для бизнеса речь идет вот в то же время девятка ведь это что девятка это ведь не обязательно марс победитель завоеватель а девятка это в общем то еще и мудрость да так вот получается двадцать пятого была мудрость я я просто к тому веду что у меня такое ощущение что во всей истории самые великие прагматики были в тайными мистиками но они были конечно мистиками однозначно вся история об этом говорит хотя конечно много накручено много легенд накручено и скажем можно ничего что я перебила тебя майку не менее я уже в общем-то ты договорил я уже закончил я договорил я хотела сказать что при всем мистицизме руководителей советского государства и даже при смене я посмотрела это в феврале восемнадцатого года 14 февраля восемнадцатого года произошла смена на новый стиль даже при этом все таки надо было наполнить нумерологию чем-то большим потому что сама по себе нумерология она конечно очень сильная она дает определенные энергии но чтобы вот таким образом запрограммировать развитие событий в государстве это ну надо обладать огромными силами и огромной волей и скажем так правильно использовать энергию этого нумерологического кода и правильно вложить ее это государство да с правильным намерением то есть это вообще какая-то очень многоступенчатая и очень мощная 3d система то есть одна нумерология так действовать не может на мой взгляд то есть нужны еще экстрасенсы еще поддержка планеты еще бог знает что для того чтобы это сработало вот таким вот образом ну на тот момент вообще-то говоря в это время был самый главный мистик советского союза бывшего союза был георгий гурджиев который как раз таки был но об этом история наверное умалчивает но у него были очень серьезные отношения и со сталином сталин это все знал и он пользовался очень серьезно его советами и по его же кстати совет он изменил дату своего рождения об этом опять же только можно догадываться но в общем то это было именно так опять блюмкин бродил в поисках блюмкин это да да но это же сталина посланник это стали надо но они искали в свое время блюмкина руководил но не он но был он был идейным вдохновителем яков блюмкина руководила экспедиции в шамбалу вот это я тебе да и георгий боки в общем они обладали очень и очень серьезными способностями боки был очень серьезным мистиком кстати можно почитать есть книга ну не книга она повесть там небольшая барченко был такой тоже человека очень известный тоже кстати эзотерик мистик барченко он написал такую до наших недошедшие из мрака называется то есть имеет какое-то такое значение очень и очень серьезное в общем были люди в наше время понимаешь да но я хочу сказать насчет шамбал и вообще скажем нумерологию сменные стиля нужно было дополнить очень серьезными артефактами за которыми кстати охотился и гитлер копье лангина да и все остальные артефакты кольцо небелунгов но я не буду все это перечислять а вот насчет шамбалы это ведь очень интересная штука шамбала была намедитирована дальвейтром в девятнадцатом веке с его женой русской графини которая была намного старше они поклонялись определенным существам и употребляли определенные вещества и вот под этими веществами бдениях своих они намедитировали шамбалу и описали так что вокруг некоторых вещей существуют весьма серьезные легенды и непонятно насколько это пронизывает информационное поле земли насколько глубоко то есть насколько это действительно подлинные вещи а вот гурджиев был человеком крайне интересным он все-таки суфий был да то есть практик он писал тысячу раз в день слова я люблю тебя господи и вышивал ковры то есть на самом деле он был практик не теоретик ну то есть теоретик это хорошо он тоже был теоретиком но очень важна практика в любой магии очень важна практика вот что я хочу сказать то есть это нумерология дополню была дополнена явно какими-то практическими действиями для того чтобы она так сработала ну без сомнения если мы вернемся на нашу грешную землю все-таки вспомним нумерологию то в общем то мы начали эту дискуссию так скажем да это очень интересно интересно это безусловно интересно и это с моей точки зрения гораздо более интереснее чем посчитайте нас вот потому что это как раз таки то что я сегодня говорил это интеллектуальная информация которая да ни к чему и не ведет а где практика в этом плане и я например почему я перестал говорить о политике и вообще рассуждать о ней как политики сегодняшнего дня да я же когда-то действительно и программы были на меня все-таки когда-то много лет назад оказал влияние андреев но я не понимал тогда вот после этой розы мира многого я не понимал сейчас чем больше проходит времени тем больше я понимаю то о чем он писал и иногда поэтому рассуждать о каких-то современных сегодняшних вещах не касаясь эзотерики я уже считаю просто глупо ну вот эльза сейчас да я тоже эльза сейчас упомянула допустим что вот гуржеев действительно суфи и он писал тысячу раз вот смотрите друзья если вы хотите что-то изменить в себе то одним изменением буквы в своем имени вы можете изменить и очень много но этого мало тем не менее будет если вы не будете эту букву прописывать то есть вы изменили не только свое имя да или фамилию это можно изменить здесь я допустим изменил я официально был михаилом а сейчас официально майкл уже много лет архангел в принципе здесь он майкл там ну я сейчас не об этом я просто к примеру говорю но это несет имя это несет себе тоже энергию и вот это все энергии вот это все что такое энергия это энергия имени это энергия отчества если есть это энергия фамилии это энергии цифр чисел и вот эти все должно быть находиться в гармонии вот когда находится это в гармонии тогда все здорово поэтому речь идет о том что надо практически это тоже делать. А речь идёт о том, что практика, это, как говорил Райкин, придя на производство, первым делом забудьте тому, чего учили в институте. Потому что это вам никак не пригодится. Эльза, скажи, пожалуйста, есть ли, вот, к примеру, вот сейчас девочку, ну, допустим, совершенно утопический вариант о том, что нас слушают, ну, если уж не мама, с папой, потому что папа, во-первых, англоговорящий, он точно не знает. А мама, хоть и может быть русскоговорящая, но приехала сюда совсем ребёнка, поэтому она точно такая же англоговорящая. И слушать они, к сожалению, не слушают наше радио. Но бабушка с дедушкой теоретически могут послушать. И вот они, утопический случай, решили назвать этого ребёнка. Какой можно было бы дать им совет? Какое имя, точнее, можно было бы предложить им? Вот как ты считаешь? Это интересный вопрос, Майкл. Мне нужно буквально, ну, пару минут подумать, потому что во-первых, нужно подобрать нумерологию имени, которая сгармонизирует именно число рождений. Число рождений, безусловно, да. Да. Много единиц, значит, это имя как-то надо уравновесить. Возможно, в имени должно быть много чисел пятёрок или шестёрок, которые будут гармонизировать, или троек, которые стабилизируют. Есть вопрос. Из закрытой группы о семейном бизнесе. То есть вот эта женщина, Елена, она нас слушает сейчас на интернете. Это та, дорогие друзья, которая задала вопрос, задала вопрос, и известны были даты её, её мужа. И мы как раз только что говорили о том, когда эта компания образовалась. Так вот, сейчас имя не буду, но компания образовалась. Ты когда сказала? Я сказала 2001-2002. Нет, немного позднее. Нет, немного позднее. 4 декабря 2014 года. А учредитель, учредитель, жена. Это то, что ты говорила. Она взяла на себя. Да, ну вот почему, а что происходило у них в 2001-2002? Пока не знаем. Пока не знаем. У них какая-то была задумка в то время, они что-то, и опять была инициатором жена, что интересно. Ну, вы знаете, может быть, действительно что-то было, может быть, какая-то компания, она и была, она трансформировалась, может быть, в эту, может быть, это была, ещё раз, неофициальная какая-то, мы не знаем пока. Если нам радиослушательница пришлёт такую информацию, мы ответим. Просто для интереса ещё раз мы как бы аналогию. Ну вот, 4-го, 12-го, 2014-го года. Даты у тебя их остались. Вот что можно сделать, вывод какой? Ну, во-первых, какая-то цифра, чему у нас общая цифра? 5. Прости, Майкл, какое ещё раз? 4-го декабря 2014-го года. Общая цифра 5. Ну, насколько я помню, Елена 5, да, была? Да. Да? Нет, Елена Тройка. Нет, Елена Тройка, да, Елена Тройка. А это Пятёрка, да? А это Пятёрка, а муж у нас 13... Четвёрка. Четвёрка, да. А здесь Пятёрка, да? Значит, вот интересно, тройка, муж, четвёрка, да, вот четвёрка мне не очень, как бы это самое, тут какая-то двойственность есть в этой четвёрке, то есть может быть и очень здорово и замечательно, а может быть тоже время идти в разнос. Мы этого пока не знаем. Вот. А дата образования общая цифра 5. Ну, что 5? 5 с кем? С четвёркой, не знаю, не очень, по-моему, дружит. Читаю, читаю, читаю. Была фирма другая в 2001 году. Вы правы, Эльза. Ну вот, пожалуйста. Спасибо большое. Мне приятно, что я не ошиблась, хотя это, ну, как сказать, я стараюсь не гордиться, если какие-то совпадения, но мне всё равно, конечно, страна должна знать своих героев. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, заметьте, причём это в живом эфире, так скажем. У нас не было вот этого, мы не обсуждали этот вопрос 2001 года, то, что вот ты сказала, это абсолютно правильно, да? Ну, хорошо, у нас, кстати, остаётся, ну, ещё 5 минут у нас есть. Так вот, что сказать по поводу этой даты. Есть, кстати, ещё и название компании, но это будет, тем более, это и я могу как бы сделать, но это будет ещё раз долго. Я бы сказала, что у этой компании очень даже неплохое будущее, хотя она должна была развиться во что-то более глобальное и широкое, но вот я всё время подхожу к той идее, что мужу либо что-то не нравится, либо он в депрессии, либо он в не очень хорошем состоянии и супруга вынуждена на себя, несмотря на её женственные очень качества, брать основную нагрузку по ведению этого бизнеса. И она его выведет куда надо, что самое интересное, у меня очень победительные карты, не надо отчаиваться, здесь как раз есть показатель того, что хочется уже всё это дело бросить, закрыть, послать подальше, но да, он идёт не так, как был задуман, но он придёт к очень хорошему результату, и он придёт, вот самое тяжёлое время будет, наверное, февраль-март следующего года. и т. Продолжение следует...